Международный форум Объединенных культур прошел в Санкт-Петербурге в десятый раз. В Белграде завершилась методическая конференция педагогов-русистов из европейских стран. Фестиваль гречки, москвичи и гости столицы стали участниками народных гуляний. А теперь подробнее об этих и других новостях. Десятый юбилейный Санкт-Петербургский международный форум Объединенных культур стал главным событием осени. В его работе приняли участие около двух тысяч российских и зарубежных деятелей искусства, руководители крупнейших культурных организаций, представителей бизнес-сообщества и органов власти. Подробнее далее. Тема форума этого года – культура 21 века, суверенитет или глобализм. Его обсуждению были посвящены панельные дискуссии и круглые столы на ведущих площадках Санкт-Петербурга. Одной из них стал Мариинский дворец, в стенах которого с лекцией выступил святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл. Культура – это то, что несет в себе ценность. Все то, что ценности не имеет, культурой не сохраняется, превращается в прах. Иногда в прах превращаются и произведения культуры, искусства. Мы знаем такие катаклизмы, которые разрушали целые цивилизации. На Санкт-Петербургском форуме объединенных культур выступил и Владимир Путин. Глава государства отметил, что единство культур народов России является истоком национальной идентичности ее граждан. Президент выразил уверенность, что в нашей стране знают о мощной созидательной силе, которую дает единство разных культур и традиций. Мы в России с главными для нас ценностями определились. Закрепили их в основном законе страны, в Конституции. Защищаем эти ценности и всех, кто их разделяет. То так же, как и мы, считают священным право людей говорить на родном языке и хранить веру от сож. Жить в гармонии с природой по ее естественным законам. Деловую программу из десяти тематических секций дополнили новые выставки, экскурсии, театральные премьеры и концерты известных исполнителей. Среди них фестиваль культуры стран Брикс в Александринском театре. Уникальный галоконцерт объединил на одной сцене ярких артистов, представляющих многообразную палитру музыкального искусства Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Евгения Фахурдинова специально для программы «Время русского мира». Накануне в столице Сербии завершил работу съезд преподавателей русского языка европейских стран. Мероприятие прошло на площадке филологического факультета Белградского университета. Участники познакомились с практическими наработками коллег в сфере преподавания русского как иностранного, обменялись опытом методической подготовки и посетили лекции ведущих российских филологов. В программу трехдневной конференции вошли авторские лекции про академические интернет-ресурсы и мифы о русском языке Валерия Ефремова, о литературе как пространстве мысленного эксперимента Любови Бугаевой, а также открытые презентации новых программных модулей и учебников. В музее главной оружейной реликвии армии с размахом прошел фестиваль гречки. Сотни москвичей и гостей столицы собрались на семейный праздник с насыщенной культурной программой, народными гуляниями, творческими выступлениями, конкурсами и мастер-классами. Под открытым небом все желающие пересоединились к хороводным играм, получили порцию фронтовой каши и отправились в фольклорное путешествие «Русская изба. Семейные традиции». Здесь слушателям рассказали о ремеслах и старинном быте, а юные участники изготовили куплу-оберег и прошли интерактивный маршрут-квест «Гречишные гуляния». Во всех уголках России празднуют День Учителя. Мы присоединяемся к поздравлениям в адрес работников образования и предлагаем посмотреть сюжет о человеке, которого считают своим учителем два президента России Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Этим наставником является Людмила Вербицкая, первая женщина-ректор Санкт-Петербургского государственного университета. Телерадиокомпания «Русский мир» продолжает работу над документальным фильмом «Главный русист планеты», завершив съемочный период. Кинолента посвящена памяти выдающегося лингвиста и филолога, председателя попечительского совета фонда «Русский мир», президента Российской академии образования Людмилы Вербицкой. Она ушла из жизни 24 ноября 2019 года. Она была тогда уже ректором огромного легендарного университета петербургского, была почетным гражданином Санкт-Петербурга, у нее было огромное количество обязанностей. Но Людмила Алексеевна была таким человеком, которая концентрировалась на том, чем занималась сейчас. Не случайно нам казалось, что самое главное дело ее жизни – это то дело, которое мы делали вместе в рамках президиума «Маприал». Над музыкой к фильму «Главный русист планеты» работает итальянский композитор с русской душой Луиджи Тонет. Накануне он пришел в студию телерадиокомпании «Русский мир», чтобы рассказать о своей любви к России и ответить, почему ему близка деятельность Людмилы Вербицкой. Когда мне было шесть лет, я пела в хоре и восемь лет уже солировал. И даже начал играть, также в это время начал играть на фортепиано. И вот в процессе обучения музыки мне всегда больше нравится музыка русских композиторов, нежели итальянских. Напомним, кинопроект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Он расскажет об отношении Людмилы Вербицкой к языку как к живому организму, о ее методах работы, которые живут и сегодня, а также о фонде «Русский мир» как центре продвижения русского языка. Эльзарет Виктория Киноварт специально для программы «Время русского мира». В центре столицы Республики Гондурас напротив Национального автономного университета при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Никарагуа состоялось торжественное открытие бюста советского космонавта Юрия Гагарина. Это первый памятник русскому человеку в Центрально-американском государстве. В церемонии открытия принял участие герой России и летчик-космонавт Федор Юрчихин, а также российские дипломаты, главы дипломатических миссий дружественных стран, выпускники российских и советских вузов, соотечественники и студенты. «Так получилось в моей жизни, что я не первый раз открываю бюст Юрия Алексеевича Гагарина в одной из стран мира. На этот раз открытие состоялось в Гондурасе. Уверяю вам, каждый раз это настолько трогательно, это настолько волнительно, вы не представляете». Памятник был передан в дар Гондурасу Международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур. Единый мир» в рамках уникального благотворительного проекта по установке бюстов и памятников первому космонавту Земли Юрию Гагарину в разных странах мира. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам. Если в вашей стране-городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok